Харел Кунг, Курмитар Тестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вновь приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Глава государства поставил ряд задач перед национальным оператором почтовой связи, представляющего полный спектр почтовых и финансовых услуг по всей территории Республики Казахстан, включая города и населенные пункты. О том, как обеспечивается равный доступ населения ко всем услугам компании, особенно в сельской местности, нам сегодня расскажут. Председатель правления Акционерного общества Казпочта Асхат Ниазбекович Бесимбаев, заместитель председателя правления Акционерного общества Казпочта Мурат Утибергинович Жариколганов и управляющий директор Андрей Викторович Вагнер. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге и, Асхат Ниазбекович, вам слово. Дорогие друзья, есть такое понятие, как нулевой километр. Это расстояние между населенными пунктами, точка отчета. В Казахстане таких населенных пунктов 6 936, между ними тысячи километров. Это огромная территория, тем и уникальна наше государство. Традиционно нулевым километром считались почтовые здания. Самое первое из них, кстати, открыто было на территории современного Алматы 28 октября 1860 года. Тогда и был заложен фундамент нашей почтовой службы, которая и по сегодняшний день сохраняет свое стратегическое значение. Коммуникации между гражданами страны всегда являлись приоритетными. Получать информацию из первых уст, знать о программах развития своей родины – это неотъемлемое право каждого казахстанца. Но даже при наличии новейшего телевидения, мобильных технологий, главным источником связи с внешним миром, в самых отдаленных аулах оставалась и остается традиционная почта. Глава государства в своем послании «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» дал ряд поручений, направленных на модернизацию экономики и улучшение жизни казахстанцев. В частности, обеспечить равный доступ населения ко всем услугам. Это едва ли не в первую очередь касается акционерного общества «Казпочта». Услуги по доставке и распространению печатных масс-медиа, писем и посылок, выблата пенсии и пособий, оплата коммунальных и иных платежей, обмен валют – это наш ежедневный труд. Сделать его более доступным и современным, согласно поручениям у насултана Абишевича Назарбаева, задача номер один. Есть объективные трудности, мы их не скрываем. Так, в северных регионах страны, частности, Север-Казахстанский, Акустанайский, Павлодарский, Акмолинский областях, большая часть ауыл офисиол, малы населения. Мен өзім Солтыстық Қазастан облысының вазвиш қаселосында туып остым. Ауылдың мәселерімен жақсы таныспын. Ел ауызында ауылды почта бөлімдері жаппай жабылуы мүмкін деген күдіг бар. Халықтың аландаушылығын түсінемін. Сондықтан сіздерге ауылда почта бөлімдерінің жабылмайтының нақтылап айтқым келеді. Кересінші қаспочта бөгінде әр аулдаға почта бөлімдері көрсетілетмік қосымшақызмет түрлерін көбейтуге жамустану жатры. Развитие сельских отделений и связи. Вот над чем сегодня работает команда қаспочты. Специально для этого была принята программа, которая не только позволит повысить качество сервисы в самых отдаленных аулах, но и предложит новые виды услуг каждому казахстанцу. О них чуть позже. Кроме того, наши специалисты приняли участие в разработке планы по поддержанию и развитию услуг сельской местности на 2014-2015 годы. Соавторами документа выступают коллеги из Самрук-Казына, Агентства связи и информации, а также Министерства регионального развития и местных исполнительных регионов. Немаловажна помощь на местах. Ее оказывают представители областных и районных акиматах, с которыми заключены соответствующие меморандумы. Совместно с республиканским госпредприятием ЦОН запущен пилотный проект, который значительно облегчит жизнь казахстанцам, проживающим на селе. Речь идет о привычных для горожан центрах обслуживания населения с полным спектром государственных услуг. Десять таких пунктов уже начали свою работу. До конца года планируется открытие еще 29. В них местное население сможет обслуживаться, не выезжая из села. Впрочем, это далеко не все планы команды казахстанской почты. Помочь нашим гражданам сэкономить силы, время и средства – вот еще одна важная социальная задача, важная и стратегическая задача. Для некоторых казахстанцев словосочетание электронной коммерции звучит как «казашайаткандай сикарлы алем». Это тот мир загадочный, в который, возможно, лучше не попадать. В целом, это направление активно развивается. Только в прошлом году в Казахстане количество посылок администрационных компаний составило 10 миллионов 27 тысяч 823 штуки, что на 220% больше, чем в предыдущем. Это безусловный рывок. Главный ресурс компании – это люди. Мы гордимся своими почтовыми династиями, которые имеют глубокие корни и лучшие традиции. Так, в Ерминтавском районном узле почтовой связи Акмольской области работают уже пятое поколение династии семьи Рудофиловых. Нина Васильевна, вырастившая 10 детей, более 30 лет трудилась там сортировщиком. Накопленный опыт она передала дочери, внучке и даже правнукам. Другим аспектом. Для национального почтового оператора логистика является неотъемлемой частью производственного процесса. Современная почтовая индустрия находится в состоянии радикальных изменений. Традиционная бизнес-модель почтовых администраций перестраивается. Дополнительные возможности открыл международный транспортный коридор Западная Европа-Западный Китай. Параллельно будет происходить переход почтовых перевозок жизнедорожного на автомобильный транспорт. Это, в свою очередь, оптимизирует расходы и позволяет сократить контрольный срок доставки почтовых отправлений. Также в рамках стратегических инициатив запланировано строительство почтово-логистического терминала в Международном центре приграничного сотрудничества Харгос в 2015 году. Запуск данного проекта позволит значительно ускорить межгосударственный почтовый обмен. Мы будем также оказывать дополнительные услуги для населения и бизнеса, в том числе и транзитные услуги для стран Средней Азии, России и Европы. Здесь имеется в виду то, что почтовые отправления мы можем забрать на границы с Китаем и более полноценно используя транзитный потенциал Казахстана, о чем неустанно говорит наш президент, доставлять это в пункты почтового обмена других стран. Уважаемые друзья, во второй половине текущего года Каспочта запускает совершенно новый проект для Казахстана – постаматы. Это прямой аналог банкоматов, где вместо наличных денег вы можете получить посылки, причем сделать это можно будет круглосуточно. Первые 18 постаматов в пилотном режиме будут поставлены в городах Астана, Алматы, Хараганда. И напоследок о финансах. Совокупные доходы акционерного общества Каспочта в прошлом году составили 35 миллиардов тенге, что на 14% выше, чем в предыдущем. Доход компании по почтовым услугам, включая ускоренную курьерскую доставки, распространение печатных изданий состояло порядка 12 миллиардов тенге, а по финансовым услугам, включая агентские, 11,4 миллиарда. Резюмируя вышеизложенную, можно сказать, что команда национального почтового оператора прилагает все усилия для успешных результатов. Поручения главы государства и правительства находятся на исполнении. Уверен, что при всеобщей поддержке Каспочта успешно справится с поставленными задачами. Прежде чем перейти к вашим вопросам, хотел бы выразить благодарность нашему единственному акционеру, Фонду национального благосостояния Самурок Казана, за ту поддержку и понимание, которое мы имеем по всем ключевым вопросам развития компании. Благодарю за внимание. Асадни Абекович, вам большое спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к вопросам. Пожалуйста, подходите, задавайте интересующие вас вопросы. Также я напомню, что по средствам видеоконференц-связи к нам подключены все регионы страны. Мы также их просим активно принимать участие. Пожалуйста, представьтесь. И первый вопрос. Рахмет, я думаю, Мурат Владимирович, вы ответите на этот вопрос? Продолжение следует... В Казахстане к следующему году планируется перейти на всеобщее декларирование населения, доходов населения. Скажите, в связи с этим почта выдержит поток корреспонденции, если вы через которую будут проходить? И второй вопрос. Можете про постаматы более подробно сказать, как они будут работать? Асхат Ниазбикович, кто начнет? Я, наверное, попрошу Андрея Викторовича по всеобщему декларированию подсказать, по постаматам Радуниверситетов. Ахмет. Большое спасибо. В настоящее время наша компания ведется тесное взаимодействие с налоговым комитетом для проработки механизма взаимодействия по переходу на систему всеобщего декларирования. В целом, если смотреть, то учитывая повсеместное присутствие почтовых отделений, в которых будет осуществляться прием декларации от населения, их порядка 3130 по всему Казахстану, Акционерное общество Казпочта ведет активную работу в подготовке и проработке данного вопроса. Сейчас в нашей компании разрабатывается план мероприятий по реализации проекта к переходу всеобщему декларированию, определены помещения, определены механизмы. И также, кроме того, даны предложения по разработке памятки для сотрудников по приему регистрации и пересылке декларации, и определен порядок их пересылки. Но, в частности, я хотел также отметить о том, что в настоящее время на уровне руководителя Казпочта и налогового комитета обсуждается вопрос по необходимости разработки технологической схемы взаимодействия, описывающей полный процесс от приема до доставки налоговой декларации. А также обсуждается вопрос по интеграции наших информационных систем. Это делается для того, чтобы была возможность отслеживания прохождения налоговой декларации. Также хотелось со своей стороны добавить о том, что налоговые декларации будут пересылаться заказным письмом с возможностью отслеживания данного отправления на сайте Акционерного общества Казпочты. Наша компания будет участвовать в вопросе обеспечения населения бланками декларации и специальными конвертами. В целом, я думаю, к моменту начала всеобщего декларирования наша компания будет готова и достойно, и, думаю, сможет реализовать этот проект. Я сам лично участвовал в рабочих встречах в администрации президента, с руководством Министерства финансов, налогового комитета. Я думаю, что это является ключевой деятельностью компании Казпочта. Как вы знаете, это будет пофазно происходить процесс. Поэтому при надлежащем взаимодействии, то, о чем Андрей Викторович говорит, по планам мероприятий совместных, я уверен, что с этой задачей мы успешно справимся, в той части, в которой это будет зависеть от Казпочты. Рахмат Муратубий Георгиевич. Так, касается в части вопроса о работе постаматов, что за оборудование и как их можно использовать, наверное, сказать, что несколько лет назад появился подобный аппарат, это своеобразно как в виде внешнего камера хранения, как бы ящики, да, в середине консоль, консоль как бы с монитором, позволяющий, если человеку отправлен внутри страны или из-за пределов, где указан такой-то постамат, вернее, получатель имя, отчество, координаты, телефон, и приходит человеку сообщение, смс о том, что о таком-то постамате вам прибыло почтовое отправление, код, шифр или код сообщается тоже в виде смс, человек получает, приходит постамату и набирает, естественно, код, открывается ящик, где заранее положили уже работники почтой, почтовое отправление и получает, он закрывает, это как касается приема. В частности, как отправки, человек тоже может отправить, используя почтовое отделение, или другой постамат, или где есть заранее связанные, уже согласованные наши взаимодействия в другую страну. Человек набирает постамат, набирает, согласно объема почтовую ячейку, потому что будет три типа разных, будет зависеть от объема посылки, будет ячейки, будет координаты, вернее, данные о том, что сколько можно, вернее, стоимость отправки, используя постамат, используя наличные деньги, или банковская карточка можно оплатить, уходит у постамата через, там тоже есть функция выдачи штрик-кода, штрик-код приклеивает, потом сканирует аппарат наличия штрик-кода после переклейки почтового отправления, открывается дверца, и человек туда положит и закрывает, на этом процесс заканчивается. Мы позволяем, что постамат сейчас запланирован, то, что сейчас говорил Асхат Ниазбек, 18 комплектов, это будет 10 в Алма-Ате, 6 в Астане и 2 комплекта в Караганде, которые в пилотном режиме, ясно, что это понятно, что это не полный охват всей страны, наш проект даже предусматривает расширение по всей стране, и, возможно, мы дойдем к крупных районных узлов. Я думаю, что позволит людям, которые непосредственно днем заняты на работе, а вечером можно до закрытия, допустим, торгового центра или нашего крупного отделения связи, которое работает в режиме 24 часа, получить в удобном его расположенном месте, куда он заказал или сообщил, через какой постамат он хотел бы получить свое почтовое отправление. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьте. Здравствуйте. Информационный агент Стабиневский изоляции Жанкова Кенова. Асхат Ниазбекович, вопрос будет Вам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте, в котором участвует Коспочта Трансформация, его сроках реализации и ожидаемых результатов. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Очень актуальный для нас вопрос. Я думаю, что справедливо будет сказать, что трансформация – это один из инструментов достижения тех целей, о которых, некоторые из которых мы сегодня упомянули. Что было сделано до сих пор? Мы сейчас находимся на завершающей стадии подготовки трансформации. Как Вы знаете, этот вопрос недавно обсуждался главой нашего единственного акционера с главой государства. И, соответственно, принимаемых решений корпоративных, которые будут приниматься на уровне нашего акционера, в дальнейшем мы эту работу будем усиливать и продолжать. А пока есть четкое понимание и видение, что Коспочта, используя опыт зарубежных почтовых администраций, более успешных, должна пройти этот процесс, использовать максимальные возможности этого процесса. И здесь инициатива со стороны нашего единственного акционера саморукозна как не кстати. В рамках подготовки у нас создан совет по модернизации или совет по трансформации, в который мы привлекли людей, как и ветеранов Коспочты, или, мы будем говорить, это лидеры почтовой индустрии в Казахстане, так и представителей регионов. И плюс людей, которые специально были привлечены саморукозна, единственным акционерам саморукозна, тоже включаются в члены нашего совета, не являясь сотрудниками Коспочты. То есть вот таким сбалансированным, взвешенным подходом, с участием коллегиального высшего органа, который будет этой трансформацией заниматься. Я думаю, мы взвешенно все эти инициативы взвесим, все проекты, так, чтобы это выливалось в лучшую практику, которую мы хочем внедрить. А по ожидаемым результатам, это стандартизация бизнес-процессов вплоть до уровня сельских отделений связи. Это параллельно поможет нам многие вопросы решать и с качеством, и возможными проявлениями внутреннего мошенничества, как вы знаете, нам есть над чем там поработать. Другими вопросами, ожидаемыми по трансформации, у нас является в принципе применение лучшей практики для того, чтобы повысить эффективность деятельности общества. Это переплетается с той задачей, которая представлена перед саморукозна в рамках повышения ее акционерной стоимости. Я сложно, возможно, говорю, но проще говоря, мы хотим сделать завтра это лучше для казахстанцев, чтобы мы лучше выполняли те задачи, которые перед нами акционер, то есть государство в лице саморукозна поставил. Спасибо. Большое спасибо. Кельси сурак. Большое спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...